За какую сумму вот прямо сейчас вы бы ушли с работы, если бы я вам там предложил, например, 50 тысяч рублей? Готов к себе, если бы там 5 тысяч рублей, то бы 5 тысяч рублей. Ну да. Вот прямо у тебя. Пойдем, окей. Привет, друзья, меня зовут Саша Жучкин, и по статистике каждый второй человек работает на работе, которая ему не нравится. Я, к сожалению, прошел через это же, я работал на работе, которую просто терпеть не мог, но у меня хватило сил для того, чтобы уйти с нее и начать, наконец-то, делать то, что я так давно хотел. Сегодня же я хочу провести большой социальный эксперимент и узнать, за какую сумму люди готовы распрощаться со своей нелюбимой работой. Если у вас есть желание поддержать меня, то ни в коем случае не сдерживайтесь, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Нравится ли вам ваша работа? Очень. А почему? Комфортные условия, хорошее отношение к сотрудникам. А за какую сумму вот прямо сейчас вы бы ушли сработать, если бы я вам там предложил, например, 50 тысяч рублей? Ну, нет. Ну, если это стабильно 50 тысяч. Нет, ну вот единоразово. Нет. А за какую сумму ушли бы? Тысяч за 100. Ну, то есть 100 тысяч прямо сейчас готовы прямо идти, да? Ну, да. А кем мечтали раньше работать? Врачом или ветеринаром. Что вы можете пожелать людям, которые ненавидят свою работу? Вот, например, они ходят каждый день на работу и прямо ненавидят ее. Как полюбить работу? Да не знаю, надо идти просто с ней и найти то, что подходит. Полюбить, мне кажется, так не получится. Здорово, парни, сколько вам лет? 16-17. Работаете где-нибудь? Нет. Окей, а кем хотите работать? Барменом. Просто в кафешке какой-то, да? Да. И ты тоже? Ну, вообще инженером-строителем. Ну, это, да, такие разные немножко. Чувствую. А почему барменом? Просто хочется в таком людом заведении общения с людьми. Ну, короче, тусоваться? Да. А ты? Да не знаю, с чутежами любил возиться. Интересно, довольно. И когда думаешь пойти уже на работу барменом? Ну, попробую поучиться среднеполучиться под барменом. А ты где-нибудь до этого работал уже? Да. Что делал? ВТБ банк, предлагал кредиты людям. Ну, и как работа в такой сфере? Ох, лучше не работать так. А сколько ты проработал там? Полтора месяца. Ну, и ушел, да? Да. Красоватый. А я работал в магазине одежды. Что, продавцом просто, да, или? Да нет, типа, работником зала был. Угу. И сколько проработал? Недели две, наверное. Что в целом не понравилось? Типа запара всегда очень большая, особенно в этих, в примерочных, там, одежду разносить это вообще. Вот так, если пофантазировать, кем бы мечтали прям поработать? Вот, предположим, что вот любая профессия, куда вы не пойдете, вы добьетесь там успеха. Что это была бы за профессия или какое-то дело мечты, например? Космонавт. Интересно, довольны. А, да? Google или Microsoft? Кем? Разработчиком кем-то? Да. Друзья, всем, кому не хватает моего годного контента на этом канале, хочу сказать, что мы с друзьями запустили шоу, оно называется 4 плюс 1. Там мы обсуждаем все актуальные новости, и каждый раз к нам в гости приходит какой-то интересный человек. В этот раз был стрёмный обзор, так что ссылочка находится в описании. Обязательно переходите и подписывайтесь. Ну, как они, по-русски. День добрый. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как называется вообще ваша профессия? Чем вы тут занимаетесь? Ну, это называется оператор упаковочного оборудования, то есть упаковка багажа для вылетающих куда-то в дальние края. Как вообще нравится профессия? Да, по-моему, это даже и не профессия вовсе даже. Это просто, как говорится, нет ума строй дома, а здесь еще хуже. Ну, то есть работа вообще не нравится? Да, для дураков, ну да, как бы. А почему тогда работаете? Обязьяний труд. Да, в принципе, как бы устраивает график, а так просто занимаюсь вообще по жизни другими вещами. Ну, то есть это как бы тупо. Подработка какая-то? Ну, это основная деятельность, ну, тупо для денег, просто как бы для разменной монеты на жизнь. А почему именно эта работа, почему там не какая-то другая, более, может быть, высокооплачиваемая? Наверное, из-за графика, что, слава богу, просто вообще как бы ушел два через два и забыл. И забыл, и не вспомнил до следующего раза. Понятно. Если, например, сейчас вам предложат, например, 50 тысяч рублей и с таким условием, что 50 тысяч рублей, и сегодня нужно уйти с этой работы, согласитесь? Я вот, кстати, сам все любил задавать такие детские вопросы, нет, все-таки побольше, побольше пришлось. То есть за какую сумму вот прямо здесь, сейчас могли бы прямо уйти с этой работы? Наверное, все-таки мысли, стратегически, наверное, торговался бы на 150. 150 тысяч, то типа смело можно уйти с работы. Да, да. А кем раньше мечтали работать? Какая работа мечты, даже так, наверное? Ну, даже не говоря про конкретику, но в любом случае, как бы в творческой сфере, так или иначе. А что конкретно в творческой? Ну, конкретно у меня музыка. Ну, короче, за 150 тысяч вот так вот, прямо сейчас готов был. Да, да. Если у вас лишнее есть, то как подавать? И оформим сделку. Да, короче, вам оборотите, а на балконку можно было? Слушай, тебе нравится твоя работа, где ты работаешь? Нет. А почему? Ну, здесь в плане малый кричат, в принципе, и все. Понятно. А почему ты пошел работать сюда, в Магдад? Потому что деньги нужны. А вы наидуете, знаете? Да, на YouTube. А за какую сумму ты бы ушел с этой работы, там, на киши, сработаешь? Ну, тысяч пять. Тебя на столько плевать, да? Да. Я только здесь, когда я пиху, что я пиху, что я пиху. Ну, да. Вот прямо у тебя. Ох, тихо. Пойдем, окей. Представь себе, потому что я даже не знаю, как тебя зовут. Меня Ром зовут. Ром, привет. А меня Саша зовут. Ром, ты меня вообще удивил, потому что, ну, я не думал, что ты прямо, типа, вот так сможешь уйти с работы, которая тебе не нравится. Прям вот, ну, типа, я тебе предлагаю, и ты прямо уходишь. Это на самом деле похвально, наверное. Тебя просто действительно задолбала эта работа. Ну, я считаю, это, да, самым сильным поступком, типа, вот так взять и уйти с работы. Поэтому ты красавчик. Вот, расскажи немножко, сколько ты времени на этой работе работал, почему она тебе не нравится? Ну, я работал два раза. Первый раз я работал в Макдоналдсе около чуть больше года, в общем, год и месяц, наверное, в двух ресторанах. И вот по-новому устроился, да, так как деньги нужны были. И я устроился в этот Макдоналдс. Здесь я работал, наверное, полгода, может быть, чуть-чуть больше совсем. Чего вот не нравилось прямо на этой работе, прямо бесило? Вот из-за чего ты прямо вот хотел сейчас уйти? Да я не знаю, ну, сама работа очень тяжелая. Ну, понятно же дело, как люди стоят там все время бегают. Точнее, даже не стоят, а просто бегают, собирают заказы. Нет времени остановиться, вот. А сейчас хотелось... Я смотрю на работу какого-нибудь бариста, да, который просто сидит, делает кофе. Это намного интереснее, мне кажется. И зарабатывают они, ну, не знаю. Не могу сказать сколько, не могу сравнить с Макдоналдсом. Понятно. Мне кажется, не намного меньше. Что дальше думаешь с работы делать? Ну, буду думать в ближайшие дни, куда пойти работать. Ну, так-то у меня еще учеба начинается, вот, первый курс. У меня есть себе крутое предложение. Давай, если этот видос наберет, ну, там, 10 тысяч лайков, да, в следующем видео мы будем тебе искать работу. И куда-нибудь тебя устроим, ну, намного лучше, чем, типа, работа в Макдаке. Поэтому, если тебе нравится, давай... Да, 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 конечно, такое предложение. Как может, не понравится. О, супер. Ребят, тогда насыпаем 10 тысяч лайков, и в следующем видео мы с Ромой ищем ему работу. Ром, ты заработал свои 5 тысяч. И прямо сейчас я тебе переведу их на карту. И, ребята, вы сейчас сами это увидите, что это не обман. Что это... Все по-настоящему. Фокус есть. Перевести 5 тысяч рублей. Вот. Я надеюсь, что тебе этих денег хотя бы хватит, там, ну, там... До того момента, пока мы не найдем тебе работу, да. Если что, я тебе, ну, смогу как-то помочь, если нужна будет помощь. Поэтому ребятам, которые, может быть, не поняли посыл этого видео, хочу объяснить, что Рома – это тот человек, которому, возможно, не хватало именно... Как сказать... Не хватало, возможно, именно меня, чтобы я как-то, как медиатор повлиял на уход с работы Макдональдса. Поэтому у тебя начинается новая ветвь в жизни. Уход с нелюбимой работой, на самом деле, это очень большой поступок. И я считаю, что это очень сильно поменяет твою жизнь в лучшую сторону. Поэтому не переживай, все будет хорошо, вот, мы найдем тебе новую работу. Может быть, кто-то в комментариях предложит какую-то работу, там, увидит этот видос и скажет, блин, Ром, приходи ко мне на работу, я не знаю, там, я не знаю, директором, вот. Если вдруг вам нужен хороший работник, Ром, сколько тебе лет? 18. 18 лет, умный, образованный, да. Поэтому, друзья, если нужен работник, то вуаля, собственно, все контакты будут в описании, пишите ему. Я бы хотел какую-то работу, где больше нужно задействовать ум, а не просто руки, где же как-то бегать, прыгать, поднимать филитюрницу, да, стоять на кассе, общаться с гостями. Мне именно хотелось бы работу, где нужно думать головой намного больше, действительно. Как я уже говорил, что хотел стать журналистом, и это реально было бы очень прикольно. Вот, и поэтому я даже сейчас учиться буду на рекламной связи с общественностью. Друзья, всем большое спасибо за просмотр. Нелюбимая работа – это плохо, вот. Не забывайте писать ваши мечты в комментариях. До новых встреч, все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok